Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал «Английский для всех». Меня зовут Си-Джей, как всегда. Окей, ребята, сегодня я буду продолжать читать нашу историю о Клеопатре Клеопатре. Давайте приступать. Транслит. Чаптер 5, глава 5. До тех пор, либо пока, Клеопатра и Марк Энтони правили, видим, were ruling, were, потому что они множество на число, Egypt together, Египтом вместе, not everyone was happy, не все были счастливы. Я всегда говорю «hello everyone», «привет все», а «not everyone» — это «не все». Все очень просто. There was a problem in Rome. Это была проблема в Риме. He saw Anthony as a threat. Octavian was not happy with Anthony. He was not happy that Anthony was living in Egypt. He was not happy that Anthony was ruling with Cleopatra. Транслит. He saw Anthony as a threat. Он видел Антония как угрозу. A threat — это угроза. Threat. Стоим язык между зубами. Threat. И в конце — a threat. Threat. Угроза. He saw Anthony as a threat. Octavian was not happy with Anthony. Octavian не был счастлив, либо не был рад Антонию. He was not happy that Anthony... Он не был доволен тем, что Антоний was living in Egypt. Жил в Египте. Видим здесь was, потому что Anthony в единственном число. Was living. То есть тогда, в прошедшем времени, но жил. Was living. То есть он был тогда в действии, но это было в прошлом. Помним, когда действия в прошлом, но протекающие. Это всегда инговое окончание у глагола. И was. Либо were, если множество на число. He was not happy that Anthony was living in Egypt. Он не был доволен тем, что Антоний жил в Египте. He was not happy, он не был доволен, that Anthony was ruling, тем, что Антоний правил, with Cleopatra. С Клеопатрой. Видим, да? Was living, was ruling. Понимаем. Прошедшее время, в те далекие года, но действие протекало. Was living. Жил. He was not happy that Anthony was acting like an Egyptian. Most of all, he was not happy about the donations of Alexandria. The donations of Alexandria was a big event. Translate. He was not happy that Anthony, он не был доволен тем, что Антоний, was acting like an Egyptian. Вел себя. Вот видим, да, act, действие, да, action обычно, это какое-то действие. Acting – вел себя. Was acting. Опять же, тоже was и acting с инговым окончанием. Was acting – вел себя like an Egyptian, как египтянин. Most of all, больше всего, he was not happy, он не был доволен, about the donations, о пожертвованиях of Alexandria. Александрия. The donations of Alexandria was a big event. Пожертвование Александрии было большим событием. It made Cleopatra and Antony very powerful. But in Rome, people saw it differently. They saw it as Antony giving away Roman lands to a foreign queen. Translate. It made Cleopatra and Antony – это делало Cleopatra и Antony very powerful, очень могущественными. But in Rome, но в Риме, people, люди, saw it, видели это differently, иначе, либо по-другому. Мы знаем, что different – это другой. Differently – по-другому, либо иначе. They saw – они видели. It as Antony given away – то, что Антоний отдавал. Given – опять же действие в то время. Away – отдавал. Roman lands – римские земли. To a foreign queen. Queen – иностранной королеве, либо царица. Foreign – foreign language. Иностранный язык. Foreigner – иностранец. Foreign queen – иностранной королеве, либо царица. Вы можете себе выписать такое предложение и спрашивать своих знакомых и друзей. Например, How many foreign languages do you know? Как много иностранных языков ты знаешь? How many foreign languages do you know? I know one foreign language. Я знаю один иностранный язык. It is English – это английский. Or it is Germany – или это немецкий. Or I know two foreign languages. Я знаю два иностранных языка. It is English and Germany. They saw it as Antony being under Cleopatra's control. This made Octavian and the people of Rome angry. Octavian started to spread rumors about Antony. Translate. They saw it as Antony. Они видели это, что Антоний being under Cleopatra's control. Был под контролем Клеопатры. This made Octavian – это дело Октавиана and the people of Rome angry. И людей Рима сердитыми. Octavian started to spread. Октавиан начал распространять. Выписываем себе новый глагол. To spread. Spread. To spread. Распространять. Rumors. Rumors. Слухи. About Antony. Об Антонии. Rumor. Это слух. Rumors. Слухи. Rumor. Rumors. Тоже новое слово. Вы пишите себе, друзья мои. He said that Antony was not a true Roman. He said that Antony was planning to move the capital of Rome to Egypt. He said that Antony was planning to move the capital of Rome, столицу Рима, to Egypt, в Египет. These rumors made the people of Rome more angry at Antony. The tension between Antony and Octavian grew. Translate. These rumors, эти слухи, made the people, делали людей, of Rome, Рима, more angry, более сердитыми, at Antony, на Антония. The tension. Внимание, новое слово. Tension. Напряжение. The tension between. Напряжение между. Antony and Octavian grew. Антонием и Октавианом росло. They argued. They fought. Their friendship turned into a rivalry. It was about control. It was about the future of Rome. It was also about the future of Egypt. Translate. They argued. Argued. Они спорили. Это лишнее. They argued. They fought. Они сражались. То есть прошедшее время. Argued. Fought. Fight. Сражаться. Fought. Прошедшая форма. Вторая форма глагола. Прошедшее время. Their friendship. Их дружба. Turned. Превратилась. Into a rivalry. В соперничество. Выписываем новое слово. Rivalry. И как произносится? L не произносится. Rivalry. 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 It was about control. Это было о контроле. It was about the future of Rome. Это было о будущем Рима. It was also about. Это также было. The future. Будущем of Egypt. Египта. As the tension grew, war became inevitable. Новое слово. Inevitable. As the tension grew, war became inevitable. Octavian declared war on Antony and Cleopatra. This was the start of the battle of Acton. Translate. As the tension grew. Как мы переведем это предложение? As the tension. Скажем так. В тот момент, как росло напряжение, tension grew, war, война, became, становилось inventable, неизбежной. Inventable. Inventable. Actavian declared war. Octavian объявил войну on Antony and Cleopatra. Антонио и Cleopatra. This was the start. Это было началом. Of the battle. Сражение of Actium. За Actium. The story of the rising tensions between Antony and Octavian is a story of power and rivalry. It's a story of politics and war. But it's also a story of a queen's fight for her kingdom. Translate. The story of the rising tensions. История о растущем напряжении. Between Antony, между Антонием, and Octavian, and Octavian, is a story, это история, of power, власти, and rivalry, и соперничестве. It's a story, это история, of politics and war, политики и войны. But it's also, но это также, a story, история, of a queen's fight, сражение королевы, for her kingdom, за ее королевство. It's a story that shows how Cleopatra was not just a queen, but a woman, who knew how to stand up for herself and her country. The battle of Actium was a battle that changed the course of history. Translate. It's a story that shows how Cleopatra was not just a queen. Очень часто повторяющаяся фраза, мы уже доизусть ее знаем, да, друзья мои? Это история, которая показывает, как Cleopatra была не только царицей, but a woman, но женщиной, who knew, которая знала how to stand up. И здесь, внимание, как постоять, for herself, за себя лично, and her country, и ее страну. The battle of Actium, сражение Actium, was a battle, было сражением, that changed, которое изменило. Глагол to change, прошедшее время changed, обычный глагол, просто подставляем окончание ED. The battle of Actium was a battle that changed the course of history. Итак, сражение за Actium было сражением, которое изменило ход истории. Курс истории. Легко запомнить. Curse — это ход, либо курс. The curse of history. Ход истории. It was a battle between Mark Antony and Cleopatra on one side, and Octavian on the other. It was a battle for power. It was a battle for control. It was a battle for the future of Rome and Egypt. Translate. It was a battle — это было сражение between Mark Antony, между Марком Антонием, and Cleopatra on one side, и Клеопатрой на одной стороне, and Octavian, и Octavian on the other, на другой. It was a battle for power. Это было сражение за власть. It was a battle for control. Это было сражение за контроль. It was a battle — это было сражение for the future of Rome and Egypt. За будущее Рима и Египта. Друзья мои, как легко запомнить слово battle. Конечно же, легче всего это тысячу раз его встретить где-нибудь в контексте, в предложениях, в словах, в фильмах, в песнях, и так далее, в книгах. Но и также можно запомнить его как баталия. Battle. Оттуда и происходит слово баталия, то есть сражение. Battle. Не путать со словом bottle — бутылка. The battle took place on September 2, 31 BC. It happened near Actium, a place in Greece. Translate. The battle took place. Сражение берет свое место. On September 2. Здесь ошибка, нужно разделить это. September 2, 2 сентября, 31, 31 года, BC. Это помним по прошлым урокам. Before Christ. До рождения Христа, то есть до нашей эры. To September 31, BC. It happened. Это произошло. Это случилось. Near Actium. Неподалеку Actium. A place in Greece. Местом в Греции. Итак, друзья мои, давайте теперь полностью прочитаем данную часть этой главы. Я надеюсь, вы выписывали себе новые слова, потому что достаточно много слов в этой части, в этой главе. И я хочу вам посоветовать, возможно, уже не впервые, как я в свое время и по сей день стараюсь сделать. Вот я вижу какое-то слово, которое мне впервые встречается. Я пишу, естественно, сначала на английском языке. После этого в квадратных скобочках я пишу себе транскрипцию, то есть как произнести, но на языке, который мне понятен. То есть я пишу уже, например, слово как threat, угроза. То есть я threat в конце э и ставлю ударение. Threat. Threat. И пишу перевод, естественно, угроза. Или, например, там какое у нас еще слово здесь попадалось. Rumor. Rumor. Слух. Rumors. Слухи. То есть я пишу rumor, либо rumors в конце с, множественное число. И опять же в скобочках. Rumor. То есть R-U-M-A. Rumor. Ну, понимая, что произношение идет американское. Rumor. Язык вверх, туда к небу. Rumor. И таким образом я легко потом запоминаю, как правильно произносить. Rumor. Actum. Rumor. Between. То есть кому-то, например, between, между, да? Bit-win. То есть я пишу between, но опять же понимаю, сосредотачиваюсь на том, что никто не говорит between, а bit-win. И так далее. Советую, друзья мои, и вам так же поступать. Итак, давайте перейдем к чтению. Chapter 5. The Battle of Actium. While Cleopatra and Mark Antony were ruling Egypt together. Not everyone was happy. There was a problem in Rome. He saw Antony as a threat. Octavian was not happy with Antony. He was not happy that Antony was living in Egypt. He was not happy that Antony was ruling with Cleopatra. He was not happy that Antony was acting like an Egyptian. Most of all, he was not happy about the donations of Alexandria. The donations of Alexandria was a big event. It made Cleopatra and Antony very powerful. But in Rome people saw it differently. They saw it as Antony giving away Roman lands to a foreign queen. They saw it as Antony being under Cleopatra's control. This made Octavian and the people of Rome angry. Octavian started to spread rumors about Antony. He said that Antony was not a true Roman. He said that Antony was planning to move the capital of Rome to Egypt. The rumors made the people of Rome more angry at Antony. They argued, they fought, their friendship turned into a rivalry. It was about control. It was about the future of Rome. It was also about the future of Egypt. As the tension grew, war became inevitable. Octavian declared war on Antony and Cleopatra. This was the start of the Battle of Actum. The story of the rising tensions between Antony and Octavian is a story of power and rivalry. It's a story of politics and war. But it's also a story of a queen's fight for her kingdom. It's a story that shows how Cleopatra was not just a queen, but a woman who knew how to stand up for herself and her country. The Battle of Actum was a battle that changed the course of history. It was a battle between Mark Antony and Cleopatra on one side and Octavian on the other. It was a battle for power. It was a battle for control. It was a battle for the future of Rome and Egypt. The battle took place on September 2, 31 BC. It happened near Actum, a place in Greece. Chapter 5. Chapter 5. The Battle of Actum. While Cleopatra and Mark Antony were ruling Egypt together, not everyone was happy. There was a problem in Rome. He saw Antony as a threat. Octavian was not happy with Antony. He was not happy that Antony was living in Egypt. He was not happy that Antony was ruling with Cleopatra. He was not happy that Antony was acting like an Egyptian. Most of all, he was not happy about the donations of Alexandria. The donations of Alexandria was a big event. It made Cleopatra and Antony very powerful. But in Rome, people saw it differently. They saw it as Antony giving away Roman lands to a foreign queen. They saw it as Antony being under Cleopatra's control. This made Octavian and the people of Rome angry. Octavian started to spread rumors about Antony. He said that Antony was not a true Roman. He said that Antony was planning to move the capital of Rome to Egypt. These rumors made the people of Rome more angry at Antony. The tension between Antony and Octavian grew. They argued, their friendship turned into a rivalry. It was about control. It was about the future of Rome. It was also about the future of Egypt. As the tension grew, war became inevitable. Octavian declared war on Antony and Cleopatra. This was the start of the Battle of Actum. The story of the rising tensions between Antony and Octavian is a story of power and rivalry. It is a story of politics and war. But it is also a story of the queen's fight for her kingdom. It is a story that shows how Cleopatra was not just a queen, but a woman who knew how to stand up for herself and her country. The Battle of Actum was a battle that changed the course of history. It was a battle between Mark Antony and Cleopatra on one side and Octavian on the other. It was a battle for power, it was a battle for control, it was the battle for the future of Rome and Egypt. The battle took place on September 2, 31 BC. It happened near Actum, a place in Greece. Друзья мои, вот еще вам один урок, пожалуйста, небольшой урок, специально я его таким сделал, потому что здесь вам встречаются много разных слов, которые вам необходимо выписать, как я уже говорил, по какой методике. Английский вариант, транскрипция на вам понятном языке, вашими понятными буквами и тут же, конечно же, перевод. И обязательно, сто раз я всегда это говорю, необходимо проговаривать вслух для того, чтобы ваша речевая память, ваши мышцы лица запоминали также в произношении. Друзья мои, также хотел вам посоветовать такой вариант, который я время от времени использую. Я тоже до сих пор являюсь экспериментатором в изучении английского языка, потому что очень часто мне необходимо запоминать новые слова, я развиваю словарный запас и, конечно же, тренирую свою речь. То есть, что необходимо сделать? Иногда я сажусь прям вот перед какой-то страницей текста, который меня интересует и прямо что делаю? Вот, например, страница там «Chapter 5 – The Battle of Actium» и я вот прямо читаю «Chapter 5 – The Battle of Actium», потом закрываю глаза и говорю «Chapter 5 – The Battle of Actium» и представляю «The Battle of Actium» «Chapter 5 – The Battle of Actium». Но, друзья мои, не просто вот я тараторю одни и те же слова и заставляю свой мозг просто интерпретировать эти буквы, да, эти словосочетания, а я представляю «Chapter 5», то есть это глава в книге, вот «Chapter 5», вот пятая глава, и потом «The Battle», я прямо представляю, как вот это сражение, они там с мечами и с вот они бьются на конях, на лошадях, «The Battle of Actium», то есть я проговариваю это как бы, скажем так, не заучиваю наизусть, но часто говорю одно и то же предложение, переставляя местами. Вот, например, опять же, «While Cleopatra and Mark Antony were ruling in Egypt together», опять же я беру «While Cleopatra and Mark Antony were ruling in Egypt together», правильно? Да, правильно. И опять же, «Ruling together who?» То есть и задаю себе вопросы, кто вместе правит? «Ruling together who?» «Ok, Cleopatra and Mark Antony were ruling together» «Ok, I understand, Cleopatra and Mark Antony were ruling together» «То есть мы превращаемся в таких людей, которые сами с собой вслух разговаривают». Да, конечно, кто-то, если рядом с вами будет находиться, возможно, он подумает, что вы немножечко того, но ничего страшного. Таким образом, когда мы заставляем себя постоянно проговаривать, и опять же, не просто, вот знаете, таким кислым лицом, и вот как будто вы себя заставляете, нет, вживайтесь. Так же, как и я, начинайте сами себе рассказывать, вы актер, вы актриса, вы актер театра и кино, вы выступаете сейчас сами перед собой. «Ваше воображение перед вами». И вот вы прям с интонации, да? «While Cleopatra and Mark Antony were ruling Egypt together, not everyone was happy». «What?» «Ok, not everyone was happy». «Why?» «Because there was a problem in Rome». То есть вы сами себе задавайте вопросы и отвечаете. Вот вы говорите «not everyone was happy», потом «because». Уточнение, потому что «there was a problem in Rome». Потому что это было проблемой в Риме. И вот, друзья мои, я вас стопроцентно уверяю, когда вы таким способом будете прорабатывать каждую страницу текста, не просто читайте. Смотрите, то есть вы первый раз, конечно же, вы ждете новый урок, вы ждете, что же там будет дальше по сюжету, что же Сережка вам тут расскажет. Естественно, мы сначала четко проработали спокойно. Вы прослушали меня, потом первое чтение, повторное чтение. А потом, друзья мои, возвращайтесь назад и останавливайтесь на каждой странице. И просто каждую страницу повторите вот с такими вопросами, ответами. То есть превратите данный текст от утверждения в вопрос. Это же очень просто спросить «why?», да? И потом тут же себе ответить «because there was a problem in Rome». «Yes? Are you agree with me?» «Вы согласны со мной?» Вот так вот. И таким образом вы сможете уже разговаривая с собой, во-первых, вы сами себя разговорите, да? Сами себя, потому что вы заставите себя говорить, просто постоянно произносить. И, естественно, это лучше будет работать на вашу артикуляцию, то есть произношение. И старайтесь, опять же, красиво произносить, чтобы не было, да? Вот как всегда в Америке смеялись над русскоязычными людьми, над выходцами из Советского Союза, когда вот это «the capital of Egypt», да? «the capital of Rome», ну какой «the capital of Rome»? «the capital of Rome», да? И опять же, друзья мои, кто-то, возможно, уже заметил, а кто-то нет. Поэтому я вам всем сейчас обращаю ваше внимание. Как они говорят? В принципе, мы тоже не задумываемся на своих языках. Мы очень часто, если подумать, мы говорим на выдохе. Так вот старайтесь, для того, чтобы говорить быстро и произносить, скажем так, вот мелодично, да? Либо вот как-то последовательно, быстро все слова, вы тоже делаете это все на выдохе. То есть, внимание, вдохнули. Chapter 5. The battle of Acton. И на выдохе я это все сказал. While Cleopatra and Mark Antony were ruling Egypt together, not everyone was happy, there was a problem in Rome. Вот так вот, да? То есть, старайтесь опять же, сначала небольшими дозами. While Cleopatra and Mark Antony were ruling Egypt together. Второй раз вдохнули. Not everyone was happy. Третий раз вдохнули. There was a problem in Rome. То есть, вы себя таким образом, сначала, конечно же, вы будете акцентировать внимание на вдохе. Но, чем чаще вы будете это проделывать, в конечном итоге вы привыкнете и уже перестанете себя акцентировать на том, что вы вдыхаете и выдыхаете. Вы просто будете уже в удовольствие, опять же, читая вслух, проговаривая, проигрывая это все. Вы просто делаете, while Cleopatra and Mark Antony were ruling Egypt together, not everyone was happy, there was a problem in Rome. И все, все очень просто. Поэтому вот, когда люди задают вопрос, как же они так быстро тараторят? Вот, поверьте мне, когда-то в свое время я попал в Италию. Я был молодым мальчиком, мне было 15,5 лет, я уже тяжело там работал. Мы клали асфальт, да, на итальянских дорогах. Было такое время в моей жизни. 3,5 месяца я прожил в этой великолепной, прекрасной, красивейшей стране. И клал асфальт, да, друзья мои? Так вот, когда я слышал итальянцев, мне казалось, они просто тараторят безграничной скоростью. Но что самое интересное, когда я уже начал постепенно говорить на итальянском, да, уже мог там спустя месяц связывать какие-то, выучил какие-то слова и связывал их вместе, итальянский язык не такой уж и сложный. Я задал им вопрос, почему вы так быстро говорите? Они так на меня посмотрели, а мы были там с отцом. Я и отец работали в одной организации и, естественно, между собой говорили на русском языке, так как я из Запорожья и там русскоязычный город. Поэтому и на меня итальянцы посмотрели с таким удивлением. Они говорят, это мы быстро разговариваем? Вы бы себя, говорит, слышали, как вы тараторите между собой, отец и сын. И тогда я себя еще в то время поймал на мысли. И так же, когда мы слышим английскую речь в фильмах, где-то там в документальных передачах, интервью и так далее, нам тоже кажется, что они очень быстро говорят. Естественно, еще есть особенности человека. Я когда вхожу в какой-то раж, то есть я вообще могу тараторить просто там с такой скоростью, что некоторые люди говорят, «Оу, Серега, Серега, тихо, 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 постой, 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 брат, куда ты летишь?» А я вхожу, все, и у меня просто фонтан с космоса идет огромное количество информации в мою голову, и я тут же ее транслирую. Поэтому, друзья мои, работаем на выдохе, работаем расслабленно, работаем увлекательно, повторяем, проговариваем, задаем вопрос, тут же отвечаем. И таким образом, ваш английский с каждым уроком будет становиться все крепче и крепче. Друзья мои, спасибо за внимание и, как всегда, Be happy, be intelligent, be free, be alive. See you soon, see you tomorrow, see you next time. Bye-bye, my friends.